МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открывает нашу программу сооружение, которое могло бы послужить гигантской зажигалкой. ПОСК! Перед вами морской космодром «Одиссей». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он базируется в Калифорнии, на Лонг-Бич, и является единственным космодромом морского базирования в мире. Он возвышается на 82 метра и занимает площадь 4-х футбольных полей. Эта платформа весит 24 тысячи тонн и может передвигаться со скоростью до 12 узлов, перемещая ракету на место старта к экватору, где для вывода груза на орбиту присутствуют наивыгоднейшие условия. Спокойное море, хорошая погода и кратчайший путь выхода на орбиту. По прибытии на место с платформы стартует 62-метровая ракета, которая весит 450 тонн и несет на себе спутник весом 6 тонн. Пуск. Она разгоняется до скорости в 10 километров в секунду, достигая космоса всего за 5 секунд. Платформа может осуществлять до 7 запусков ракет в год. Согласитесь, ничто лучше этой платформы не справится с запусками космических аппаратов с воды. Прямо за мной находится пусковая платформа. Она находится над водой и не похожа на обычное судно. Скорее напоминает нефтедобывающую платформу, коей она и являлась в момент своей постройки. Она по-своему красива. Эта грубая красота нравится нам, сотрудникам космодрома. Но «Одиссей» не смог бы выполнить запуск в одиночку. Ему помогает этот корабль, не менее внушительный по размерам. 200-метровый корабль управления водоизмещением 50 тысяч тонн. С этого судна контролируется запуск и выход ракеты на орбиту. Кроме того, на нем ракету собирают. Его называют командным кораблем по нескольким причинам. Но в основном мы собираем на его борту ракеты в отсеке 101, который является главным отсеком судна. Я нахожусь на нижней палубе командного корабля морского космодрома, более известного как корабль сборки и управления. В этом огромном отсеке мы собираем нашу 62-метровую ракету «Зенит ЗСЛ». По этому пути ракету перемещают внутри корабля, выгружают из отсека через ворота в кормовом отделении и устанавливают на платформу. За моей спиной находится сама платформа «Одиссей». Начинаем управление. Пуск. В мире существует всего одна такая платформа. Каждый из опор находятся на понтоне, так что само судно по конструкции напоминает катамаран. Каждый понтон размером с подводную лодку «Трайдент». Всего у платформы 10 опор. На месте запуска мы опускаем платформу примерно на 20 метров. Как видите, опоры размечены желтыми линиями. Мы погрузимся до уровня самой длинной линии. В ходе подготовки к старту платформа прибывает к месту запуска и погружается на оптимальную глубину. Так она приобретает большую устойчивость. В оставшееся до запуска время пусковая палуба платформы не будет отклоняться от линии горизонта больше, чем на 1 градус. 17 минут до запуска. Ракета заправлена. Ожидаем разворота терминала. Начинается вентиляция кислородных испарений. Время старта истекает. Наши ребята смотрят на радары. Я прошу их поторопиться, потому что поднимается давление. 60 секунд до старта. Это критический момент, потому что только до этого момента мы можем вручную установить старт. Время как будто бы останавливается. За 5 секунд до старта запускаются двигатели. Ракета выплевывает дым и огонь и очень быстро взлетает. Еще один спутник оказывается в космосе. И хотя на платформе в момент запуска нет людей, и ею управляют с корабля контроля с расстояния в 5 километров, в этом деле любой просчет может привести к трагическим последствиям. Случится может что угодно. У нас многие системы находятся под давлением. Любая может дать течь или взорваться. Если пробоину получат бак с жидким кислородом такого размера, как на нашей платформе, то все вокруг зальет кислородом. Это делает сталь хрупкой и ломкой. И это определенный рискованный бизнес. Пока что Одиссей вывел на орбиту 14 спутников. Несколько дюжин запусков запланировано на ближайшие годы. Компании ждут своей очереди запустить в южное небо свой спутник. И такую возможность им дают эти морские монстры. У меня был выбор. Работать на наземном космодроме или на морском. Мне выпала счастливая возможность и я рад, что воспользовался ею. Дай бог, чтобы я проработал здесь еще много лет. Чайший путь выхода на орбиту. По прибытии на место с платформы стартует 62-метровая ракета, которая весит 450 тонн и несет на себе спутник весом 6 тонн. Пуск. Она разгоняется до скорости в 10 километров в секунду, достигая космоса всего за 5 секунд. Платформа может осуществлять до 7 запусков ракет в год. Согласитесь, ничто лучше этой платформы не справится с запусками космических аппаратов с воды. Прямо за мной находится пусковая платформа. Она находится над водой и не похожа на обычное судно. Скорее напоминает нефтедобывающую платформу, коей она и являлась в момент своей постройки. Она по-своему красива. Эта грубая красота нравится нам, сотрудникам космодрома. Но Одиссей не смог бы выполнить запуск в одиночку. Ему помогает этот корабль, не менее внушительный по размерам. В мире существует всего одна такая платформа. Каждый запор находится на понтоне, так что само судно по конструкции напоминает катамаран. Каждый понтон размером с подводную лодку «Трайдент». Всего у платформы 10 опор. На месте запуска мы опускаем платформу примерно на 20 метров. Как видите, опоры размечены желтыми линиями. Мы погрузимся до уровня самой длинной линии. В ходе подготовки к старту платформа прибывает к месту запуска и погружается на оптимальную глубину. Так она приобретает большую устойчивость. В оставшееся до запуска время пусковая палуба платформы не будет отклоняться от линии горизонта больше, чем на 1 градус. 17 минут до запуска. Ракета заправлена. Ожидаем разворота терминала. Начинается вентиляция кислородных испарений. Время старта истекает. Наши ребята смотрят на радары. Я прошу их... 200-метровый корабль управления водоизмещением 50 тысяч тонн. С этого судна контролируется запуск и выход ракеты на орбиту. Кроме того, на нем ракету собирают. Его называют командным кораблем по нескольким причинам. Но в основном мы собираем на его борту ракеты в отсеке 101, который является главным отсеком судна. Я нахожусь на нижней палубе командного корабля морского космодрома, более известного как корабль сборки и управления. В этом огромном отсеке мы собираем нашу 62-метровую ракету «Зенит ЗСЛ». По этому пути ракету перемещают внутри корабля, выгружают из отсека через ворота в кормовом отделении и устанавливают на платформу. За моей спиной находится сама платформа «Одиссей». Начинаем управление. Пуск. Торопится, потому что поднимается давление. 60 секунд до старта. Это критический момент, потому что только до этого момента мы можем вручную установить старт. Время как будто бы останавливается. За 5 секунд до старта запускаются двигатели. ракета выплёвывает дым и огонь и очень быстро взлетает. Ещё один спутник оказывается в космосе. И хотя на платформе в момент запуска нет людей и ею управляют с корабля контроля с расстояния в 5 километров, в этом деле любой просчёт может привести к трагическим последствиям. Случится может что угодно. У нас многие системы находятся под давлением. Любая может дать течь или взорваться. Если пробоину получит бак с жидким кислородом такого размера, как на нашей платформе, то всё вокруг зальёт кислородом. Это делает сталь хрупкой и ломкой. Открывает нашу программу сооружения, которое могло бы послужить гигантской зажигалкой. Пуск! Перед вами морской космодром Одиссей. Он базируется в Калифорнии, на Лонг-Бич. И является единственным космодромом морского базирования в мире. Он возвышается на 82 метра и занимает площадь четырёх футбольных полей. Эта платформа весит 24 тысячи тонн и может передвигаться со скоростью до 12 узлов, перемещая ракету на место старта к экватору, где для вывода груза на орбиту присутствуют наивыгоднейшие условия. Спокойное море, хорошая погода и крат...